Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет об очень интересном страйкбольном пистолете калибр 6 миллиметров от компании Eastcrane. Это у нас пистолет HiCapa 5.1. Собственно говоря, это некая модификация KOL 1911. Сделана специально для страйкбола, для спортсменов, то есть она имеет несколько другие формы, некоторое другое устройство механизмов, то есть собственно говоря, назовем это модифицированная спортивная версия KOL 1911. Итак, прежде чем начать, напомню, что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов, пневматических пистолетов, страйкбольных приводов, покраска, гравировка, полировка, покраска, ММГ и СХП. Готовые работы можно посмотреть у меня на сайте, заказать тюнинг в ваших девайсах, можно в ВК и в Телеграме. Ссылочки, как и ссылка на сайт, в описании под видео. Вот так он у нас выглядит, то есть собственно говоря, очень напоминает KOL 1911, но внесены некоторые коррективы. Например, это регулируемый целик, это утолщенная рукоять. Соответственно, в страйкбольной версии мы получаем более толстый магазин, что улучшает нас стрелковые характеристики, то есть меньшее охлаждение. Можно вести более темповую стрельбу. Ну, собственно говоря, как я и говорил, спортивный вариант KOL 1911. Ну, давайте обо всем по порядку. Сначала разберемся, чем он интересен, чем он уникален, что в нем хорошо, что плохо. Итак, приступим. Значит, я давненько посматривал на эту модель. Она тут пропала на некоторое время с продажи, не успел я ее купить, затестить. И вот она снова у нас появилась в магазинах. Я сначала посмотрел обзор от синего гномика, который снимает обзоры для Airsoft Rus. Он там про нее нагородил, как выяснилось, кучу чуши, много сказал некорректной информации. То есть человек просто не вник, что и как, и, собственно говоря, рассказал то, что увидел на первый взгляд. Я считаю это абсолютно недопустимым. Я не буду вдаваться, что и как он там напарил, но посмотрите его обзор и мой. И сравните некоторые детали, о которых я говорю, и его, и все поймете. Так, ну, конечно же, давайте начнем первое. Это у нас пистолет на Грингазе, под шарики 6 миллиметров. Копирует такую же модель от Tokyo Amarui, только которая стоит 18 тысяч, а этот стоит 6 тысяч рублей. Работает он на Грингазе. К нему также подходят магазины от VE-шного High Cup i5.1 на CO2, но смысла в этом никакого нет. Скорость не повысится. Он как конструктивно рассчитан 95-100 метров в секунду, так и будет выдавать. На Грингазе он работает бодро, хорошо, шустро. Ну, может, единственное, на CO2 будет больше выстрелов с баллона, но, опять же, Грингаз проще заправить. Значит, магазины к нему также подходят от Marui. И вот, внимание, как я указал в названии, немножко интриги. Давайте приступим к первому моменту, который мне здесь был очень по нему интересен. Значит, магазины подходят также к пистолету прекрасно Tokyo Amarui, он с ними работает. И наоборот, маруевские магазины подходят сюда. Но не в этом даже вся суть. У нас в клубе есть High Cup 5.1 Golden Match, ну и обычная High Cup. Собственно говоря, у них взаимозаменяемые затворы. И это очень прекрасно. Это один из главных аспектов, который меня интересовал. Потому что на Marui затворы пластиковые, они лопаются. Один я у нас там в клубе клеил, приходилось там что-то изобретать, потому что затворов к ним просто не найти. И вот, собственно говоря, владельцу Marui, который там его холит и лелеет, можно купить вот эту High Cup за 6 тысяч. Получить дополнительный магазин, стволик внешний из сплава, затвор из сплава. И, собственно, сделать Франкенштейна. Ну, то есть, как минимум, переставить затвор и внешний ствол, получить дополнительный магазин. Может, какие-то еще запчасти поменять местами. Потому что здесь, допустим, боевая пружина стоит гораздо жестче. Потому что поставь в Marui ее, затвор разобьется молниеносно. Но вот если мы на Marui поставим вот этот затвор, то пружину нужно тоже будет перекидывать. Собственно, можно будет покомбинировать как угодно, но как донор для Marui, у кого есть либо сломанный, либо просто хочется поставить слайд из сплава, я считаю, вариант идеальный. Да, и когда вот так в руках берешь, держишь Marui из коробки High Cup, вот точно такую же 5.1, к сожалению, у меня нет ее под руками. И вот эту, эта смотрится и в руке сидит гораздо лучше. Она потяжелее, она интереснее покрашена, у нее цвет поинтереснее. То есть, скажем так, при стоимости в 3 раза меньше, она визуально и по ощущениям вызывает более интерес, чем Marui. Теперь давайте рассмотрим, из чего же все-таки сделан пистолет по внешке. То есть, у него из сплава, значит, затвор, внешний ствол. Вот эта часть, я бы не назвал ее рамой. Ее почему-то называют рама, но здесь у нас находится ОСМ. Она тоже из сплава. А вот эта часть, я бы ее назвал рамкой. Вот вся вот эта вот часть, она у нас из пластика. В ролике Airsoft обзорщик упомянул, что она из сплава. Ни хрена, у нее пластиковая вот эта вся часть. Ну, конечно, не предохранитель, не хвост, а именно вот эта вся рамка, я бы ее назвал. И спусковой крючок тоже пластиковый. Но, в принципе, вот это вот пластиковое основание, оно у меня прямо не вызвало какого-то раздражения. То есть, в принципе, ощущается все достаточно интересно. Я, конечно же, сразу провел над ним эксперименты. Посмотрел, что с ним можно сделать. Немножко вот так по внешке вот так потюнил. Потом, в том же ролике я увидел, что, значит, обзорщик Airsoft сказал, что сюда нельзя поставить трассерную насадку или имитацию глушителя, потому что нет резьбы, как и на Marui. Но резьба здесь есть, но внутри ствола всего-то нам нужен вот такой переходник с 11 положительной на 14 минус. И у нас прекрасно он сюда вкручивается, и мы можем накрутить сюда все, что угодно. Вот, например, я побаловался, прикрутил длиннющий глушитель. Теперь давайте перейдем все-таки, скажем так, к его техническим характеристикам. Работает он достаточно бодренько. Давайте вот при задержке удерживая. Слайд двигается прекрасно. На задержку становится отлично. То есть, по ощущениям при стрельбе все просто шикарно. Целик я отрегулировал под себя как нужно. Пострелял с 10-метровой дистанции. Куча прекрасная. Причем все это делал на родных деталях. То есть, не менял ни резинку, хопа. Ничего, в общем, в нем не менял. Только немножко выстроил хоп. Шарики взял 0,25 и пострелял по мишенькам. Также у нас сюда прекрасно влезет стальной стволик. Допустим, вот у меня есть японский PDI-113. Он прекрасно сюда залезет. Я его попробую сюда поставить, пока у меня до этого руки не дошли. Ну и я посчитал, как бы, что пока это не нужно. То есть, если по стрельбе, то, в принципе, я пострелял в клубе с Маруэ и пострелял с этого. У Маруэ, наверное, слайд более резко все-таки двигается, но за счет того, что он более легкий. Но я бы не сказал, что здесь из-за того, что более, как бы, скажем так, плавно. Но плавно это опять очень условно. То есть, не сказать, что прям плавнее. Это чисто из-за того, что затвор все-таки тяжелее, и он в металле. Ну, дискомфорта, опять же, это не доставляет. То есть, стреляет точно, стреляет хорошо. Я, честно говоря, очень им остался доволен. Даже, если честно признаться, мне он больше понравился, чем Глок от той же компании Estcrane. Но, опять же, тут у меня, может быть, предвзятое мнение, потому что я не люблю сами Глоки. Вот. О Глоках у меня тоже было снято пару роликов. Можете поискать на канале, посмотреть, как я их модифицировал, что там с ними делал, что о них рассказывал. Ну, собственно говоря, хайкапой я остался, если вы так сказать, ну, доволен. В принципе, в Глоке мне показалось надо делать гораздо больше доработок, чем в нем. В принципе, он так неплохо ведет себя достаточно из коробки. Ну, конечно, если вот так вот заворочится, я бы поменял там, поставил получше ствол или какой-нибудь стальной, латунный. Резиночку Хопа какую-нибудь поставил помоднее, потому что все-таки, извините, это пистолет за 6 тысяч рублей. К примеру, сказать, что вот стволик сплава Гардер для той же хайкапы от Маруля, просто сам стволик, ничем не примечательный, внешний, стоит 4 500. А здесь пистолет в сборе 6. Да, также у нас сапер производит некоторые стальные запчасти УСМ к этим пистолетам, можно у него на сайте посмотреть. Я увидел, что он делает, не помню, какие детали, но пару штук точно увидел. Не знаю, делает ли весь комплект, но, тем не менее, стальные запчасти есть. И в теории, я думаю, что будут появляться еще новые, и весь комплект УСМ можно будет приобретать стальной. Да, по весу давайте еще немножко цифр. То есть, если хайкапа от Маруи весит примерно 900 грамм, то этот весит 1050 грамм. То есть, гораздо ближе к полноразмерному боевому пистолету, и в руке у меня он из-за веса сидит намного лучше. Давайте сразу еще уточню один момент. У меня был ролик об алюминиевых шарах, что можно в 6-мм пистолетах использовать алюминиевые шары, чтобы было больше дестроя. Ребята, это не касается пистолетов, которые изначально сделаны на Грингазе. У них скорость до 100 метров в секунду, до 1 джоуля. Они для него тяжеловаты, они нормально не полетят, и дестроя нормального не будет. Эти шарики можно использовать только в пистолетах более мощных, там 120 метров в секунду плюс. Например, на Грингазе я знаю только такой один пистолет, это десерт Игл от ВЕ. У него базовая скорость 122 метров в секунду. О нем, кстати, у меня тоже есть ролик. Можете посмотреть. Пистолет очень интересный. Также у меня они имеются в наличии в продаже, но он достоин внимания, считают. Как минимум, посмотрите о нем ролик. И это, как, например, беретта от KWC, которая в стоке дает 138 метров в секунду, прекрасно стреляет алюминиевыми шарами, ну и еще некоторые модели. То есть не нужно вот к этим пистолетам покупать алюминиевые шары. Это бесполезно. Этот пистолет пострелять на точность, поиграть в страйкбол, ну или просто для развлекательной стрельбы по мишенькам или пивным баночкам. Стекло он не будет бить ни при каких условиях. Но давайте все-таки, опять же, напомню, что это пистолет с blowback на грингазе, который стоит 6000 рублей. И еще один момент, который я хотел рассказать, о котором я упомянул, ну типа там секрет и секрет, по разборке. Тут есть один нюанс, на котором мне пришлось немножко подумать. Я до этого хайка поразбирал очень давно и забыл, как это делается. У многих возникает проблема. Вроде разборка у нас происходит, как у Коль 1911. То есть мы вынимаем замыкатель. Так, и вот смотрите, происходит заморочка с разборкой слайда. У нас направляющая никак не хочет выниматься и люди начинают выкручивать газовую камеру, что-то еще делать. Этого делать абсолютно не нужно. Секрет здесь очень простой. Вот так вот выдвигаем эту штуку и уже вместе с ней вынимаем направляющую. Вот, то есть у нас все прекрасно разбирается вот так. И когда мы вставляем, на весу делать не буду, мне не очень удобно, мы вот так вот ее ставим, засовываем и потом отпускаем, она заходит на место. То есть вот его маленькая хитрость разборки, сборки быстрой. Ну на этом мне, наверное, по этому пистолету добавить пока больше нечего. Всем спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь.